Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Качество медицинской эвакуации, безусловно, имеет значение. Вертолетная площадка заработала на территории детской больницы в Люберцах. Мы 8 территорий выбрали из лесфонда и будут обустроены парки и зоны. Глава округа ответил на вопросы жителей в режиме онлайн. Надо быть упрямым, но не бараном. Стремиться вперед, стараться потеть. То есть только трудом все. В городском округе определился победитель проекта «Люберецкие звезды». И мы сейчас пользуемся чем только можно, чтобы как-то пристроить котиков. Что нужно, чтобы завести нового друга, узнавал наш корреспондент. А теперь подробнее об этих и других новостях. Итоги прошедшей недели подведены в Люберецкой администрации. О них доложили руководители управлений, ведомств и ресурсоснабжающих компаний округа. Оперативная обстановка, вопросы содержания территории и вручение ключей от квартир детям-сиротам стали основными темами совещания. Сегодня для нас знаменательный долгожданный день. Наверняка мы его запомним надолго. Я уверена, мы запомним его надолго, на всю жизнь. Мы благодарны всем гостям, кто пришел порадоваться за нас. С приятного события началась неделя в городском округе. Пять детей-сирот получили ключи от квартир в рамках муниципальной программы. Всего 2008 года предоставили 222 квартиры. В 2020 году 40 квартир необходимо нам предоставить. Далее заседание пошло по повестке. Начальник Люберецкой полиции сообщил, что на минувшей неделе в правоохранительные органы поступило 1900 обращений граждан. По ним возбудили 42 уголовных дела. 36 раскрыли по горячим следам. Из резонансов это было в деревне Жилина 1, корпус, квартал 1, дом 8. Там сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего отца. Тест находится в тяжелом состоянии в реанимации, перелома черепа и все. То есть человек уже задержан, с ним проводятся следственные действия. 32 выезда по сигналу тревоги и ликвидация шести пожаров. Такой выдалась неделя у огнеборцев. Два возгорания произошли в Люберецком округе. Один пожар произошел в СНТ Марусино, в деревню Марусино, СНТ Машково, в частной бане. Второй пожар произошел в Малах, улица Южная, дом 45, на территории частного домовладения, ухозблок. В Люберцах продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Сейчас готовность объектов теплоснабжения составляет 58%. На сегодняшний день горячей воды нет в 270 домах. Период отключения установлен со 2 июля 2020 года по 1 сентября 2020 года. Информация жителям об отключении горячего водоснабжения доносится посредством размещения графиков отключения ГВС на двуквартирных домах на сайтах управляющих компаний ТСЖ, ЖСК, также на сайте администрации городского округа Люберца. Руководитель управления МОЗ ОБЛЕРЦ в городском округе Люберца Елена Мотыль напомнила, что в начале августа в квитанции Люберчан вновь вернется строка об уплате за капитальный ремонт. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Куда выбросить отслужившую бытовую технику, мебель и батарейки? В регионе начали установку мегабаков, которые помогут жителям избавляться от ненужных вещей без вреда для экологии. В Люберцах специализированную площадку разместили на улице Красногорская. Макулатура, пластик, батарейки, бытовая техника. Мегабак поможет расхламиться жителям и утилизировать то, что обычно вызывает вопрос, куда это деть? Большая площадка пока только ждет специальные контейнеры. Баки поставят 1 августа. В рамках поручения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области на территорию городского округа Люберцы вводится как новшество мегабак. Он из себя представляет контейнерную площадку с оборудованным местом для волонтера. Волонтер будет следить о том, чтобы люди, кто приезжает выкидывать мусор, не выкидывали то, что сюда не предусмотрено. Здесь она предусмотрена именно для сброса бытовой техники и крупногабаритного мусора. А то, что не досмотрит волонтер, увидит большой брат. Камера видеонаблюдения будет следить за порядком на площадке круглосуточно. Мегабак разместился рядом со старой контейнерной площадкой у третьего дома по улице Красногорской. Данная контейнерная площадка также останется. Она предусмотрена для сбора ТКО, твердокоммунальных отходов. Сюда, на мегабак, эти твердокоммунальные отходы вбрасывать нельзя. И что особенно важно, мегабак не повлияет на цифры в квитанциях жителей. Все обязательства за вывоз отходов на себя берет муниципалитет. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Люберецкий округ готов к отопительному сезону на 60%. Объекты теплоснабжения полным ходом проходят профилактический ремонт. Работы в котельной поселке Октябрьский проинспектировал Владимир Ружицкий. 47 жилых домов, МФЦ, больницы, объекты культуры и образования поселка. Все это обеспечивает теплом котельная на улице Ленина. Мощности бойлерной на присоединенные объекты в холода не хватает. Решить эту проблему поможет подключение к другой котельной, которая находится неподалеку. Основной принцип, что мы хотели проработать структуру переключения части нагрузок на ту котельную. Тем самым разгрузить там мощность позволяет. Мало того, у нас на сегодняшний день там еще в резерве два котла, которые еще никогда не запускались. И это далеко не первые изменения в работе котельной, которые она переживает за 40-летний стаж своей службы. В 2005-м бойлерную реконструировали. В 2017-м провели здесь капитальный ремонт. Сегодня на объекте ведут плановую подготовку к осенне-зимнему периоду. Сегодня ведутся здесь работы. И не только здесь, а в целом по Октябрьскому. Я надеюсь, что мы зиму поселка Октябрьский тоже пройдем без особых потрясений. Это самое главное. А так сюда надо еще и вкладывать, и дальше заниматься. Поэтому я думаю, что в целом в этом году мы в основном многое сделали. В следующем году ряд вопросов мы решим где-то кардинально. Все объекты, обеспечивающие теплом жителей, должны быть подготовлены к 1 сентября. На сегодня округ справился с этой задачей на 60%. Очередную встречу с жителями в режиме онлайн провел Владимир Ружицкий. Удаленный формат общения с населением введен из-за рекомендаций по сохранению режима самоизоляции. Вопросы благоустройства и организации образовательного процесса после пандемии стали главными темами встречи. Мы 8 территорий вывели из лесфонда и будут обустроены парки и зоны. В Гольде-Люберце будет 2 парка, в Тамирино будет 4 парковые зоны, в Малаховке 3, в Красково 4. И в Октябрьском будет одна зона отдыха. Мы назвали этот парк «Лесная опушка». Благоустройство Люберец стало ключевой темой очередной онлайн-встречи. Как выглядит и насколько функциональна территория, Люберчан волнует не на шутку. Жители гарнизона обеспокоены тем, что запланированный на этот год детский игровой комплекс так и не появился. Власти заверили. Площадки быть. К сожалению, с пандемией и оптимизацией бюджета было принято решение не исключить ваш адрес, а перенести его на 2021 год. То есть все 3-4 двора, которые мы в этом году убрали, они автоматом перенесутся на 2021 год и без вторичного переголосования. Многих Люберчан беспокоит дальнейшая судьба памятника «Вечный огонь» в связи с расширением Октябрьского проспекта. Жители успокоили. Реконструкция проезжей части не затронет мемориал. Наташинский парк тоже преобразовывается. На вопрос, когда заработает колесо обозрения, ответили. На данный момент проводится монтаж колеса обозрения. В ближайшее время будут уже навешиваться кабины и в плановом режиме, если все будет в порядке, то 15 числа августа. То есть колесо будет запущено. Какие меры профилактики заболеваний в детских садах и в каком формате будут учиться школьники в новом учебном году? Вопросов, связанных с образованием, от жителей поступило много. Начало учебного года и проведение торжественных линей, приуроченных 1 сентября, будут зависеть от патемиологической ситуации на территории Московской области и в частности городского округа Любовца. В настоящий день по состоянию на 29 июля проведение торжественных линей запланировано в штатном режиме, но с соблюдением всех мер безопасности. В завершении встречи Владимир Ружицкий поблагодарил всех, кто задал свои вопросы. Все они зафиксированы и приняты в работу. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберцы готовятся к старту нового учебного сезона. В округе появятся сразу два новых учебных заведения. Строительство школы в жилом комплексе Люберецкий посетила наша съемочная группа. Приятное заходить, когда пирожками пошли. Появление аромата свежей выпечки на этой кухне придется немного подождать. Из-за пандемии открытие новой школы на Сиреневом бульваре откладывается на два месяца. На сегодняшний день школа готова, но мы планируем ввести школу в эксплуатацию где-то с 1 ноября. Поэтому те детишки, которые проживают рядышком в микрорайонах, они будут определены в те школы, которые поблизости. Все строительные и отделочные работы в учреждениях и на прилегающей территории завершены. Пока Гостроинадзор проверяет здание, сотрудники компании-застройщика устанавливают мебель и наводят лоск в кабинетах школы. В августе месяце мы получаем разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта. Далее администрация оформляет лицензию на проведение образовательной деятельности. Только после этого современное учебное заведение распахнет свои двери для школьников. Несмотря на почти стопроцентную готовность учреждения, без замечаний со стороны главы округа не обошлось. Глава выявил недочеты в части рекреационной зоны, усомнился в безопасной эксплуатации для будущих детишек. Это лестница, между которой оборудована площадка для того, чтобы школьники могли посидеть, провести какое-то время. Постараемся придумать оборудование таким образом, чтобы всем детям было удобно и безопасно. Для комфортного обучения детей здесь созданы все условия. Столовая на 720 мест, один актовый зал и четыре спортивных, оборудованные всем необходимым классы. Современное трехэтажное здание будет готово принять полторы тысячи школьников. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Строительство пристройки к кадетской школе в Люберцах вышло на финишную прямую. Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев и глава округа Владимир Ружицкий лично оценили степень готовности объекта. Подробнее у моих коллег. Третий этаж возводимой пристройки к кадетской школе выглядит уже по-другому. 20 дней назад здесь еще не было стен. Сейчас их покраска завершена на 80%. Чтобы сдать объект в срок, днем и ночью, в две смены здесь трудится более 200 человек. Сомнений, что эта школа откроется, дети пойдут 1 сентября, нет. По благоустройству в прошлый раз были нарекания, сейчас на всех фронтах все работают. Со дня на день рабочие начнут монтировать вентиляционное оборудование. Отделочные работы уже на финальной стадии. Это финишные работы. Да, это непросто, потому что на финише вскрываются недостатки, какие-то недочеты. Ну и отделочные работы требуют такого скрупулезного подхода. Можно строить-строить, и отделку сделал плохо, и вся стройка кажется, что тут не то построено. Строители, я оцениваю, профессионально ко всему подходят. На строительной площадке график расписан по минутам. Отделку фасада завершат 5 августа, 10-го закончат благоустраивать территорию. Все работы внутри здания завершатся 17-го августа. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 3-го августа на базе Люберецких школ откроются детские лагеря. В этом году ребят примут только 7 образовательных учреждений. Как педагоги готовятся встречать детей по новым нормам СанПИНА, проверил глава округа. Здравствуйте. Давайте измерим вашу температуру. Пожалуйста. 36,5. Пожалуйста, продезинфицируйте руки. Летняя оздоровительная компания в этом году предлагает не только отдохнуть. Его помогут сохранить средства защиты, санитайзеры во всех кабинетах, частое мытье рук, обработка поверхностей каждые два часа. И так знакомая уже всем социальная дистанция. Это увеличенный период приема пищи. То есть отдельные отряды каждый в свое время приходят в столовую, чтобы принять пищу. Ну и количество людей, соответственно, в спальной комнате уменьшилось. В помещениях пока пусто, но разграниченные зоны для ребят уже подготовлены. В 16-й гимназии организованы специальные помещения для 4-х отрядов. 50 ребят со всей Красной Горки будут есть, играть и спать здесь строго по новым правилам. Для лагеря предусмотрена отдельная раздевалка с соблюдением социальной дистанции. Также зал для приема пищи, 4 игровые, 4 спальни, 3 холла для того, чтобы дети могли выставить свои работы. В этом сезоне в Люберецких школьных лагерях отдохнут 374 ребенка. Свои двери откроют 7 школьных лагерей. Это меньше, чем обычно. Количество досуговых площадок формировалось с учетом запросов от родителей задолго до начала оздоровительной кампании. В этом году у нас в летней оздоровительной кампании участвуют дети начальной школы. За редким исключением, когда это ребята 5-6 классов. К сожалению, в этом году условия нам не позволяют вывозить детей. Поэтому все силы педагогов из разных учреждений будут направлены, чтобы детям было весело, комфортно. Летняя оздоровительная кампания 2020 будет как никогда короткой. 21 день. Старт работы школьных лагерей дадут 3 августа. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. На территории детской больницы в Люберцах работает вертолетная площадка. Ее открытие – важнейшее событие не только для округа. В год медучреждение принимает более 12 тысяч маленьких пациентов со всего региона. На официальном открытии вертолетной площадки побывали заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева и Владимир Ружицкий. Из пункта А в пункт Б за считанные минуты. Когда жизнь висит на волоске, на помощь приходит медицинская авиация. Теперь доставлять экстренных больных в Люберцы удобно и безопасно. У Московского областного центра охраны материнства и детства появилась собственная вертолетная площадка. Она оборудована мобильным комплексом ночного старта. Принимать пострадавших можно здесь круглосуточно. Данная площадка позволит принимать специализированные воздушные суда. Но на самом деле время кратно сокращается. Есть правила золотого часа. Это тот промежуток времени, когда пациента наиболее эффективно довезти до больницы и оказать им специализированную медицинскую помощь. Машина не всегда может успеть вовремя довезти пациента из-за пробок, из-за каких-то ограничений. Пациентов в тяжелом и критическом состоянии перевозят авиамедицинские бригады Территориального центра медицина-катастроф Московской области. Полеты выполняют на отечественных вертолетах «Ансад», которые способны сократить время прибытия больного в медучреждение в 10 раз. Вертолет оборудован мобильным медицинским модулем. Здесь все начинают от аппарата ИВЛ, заканчивая комплексом для проведения реанимационных процедур. Врачи могут оказывать помощь пострадавшему прямо в небе. Оборудованное посадочное пространство облегчило транспортировку пострадавших и увеличило количество пациентов в Московском областном центре охраны материнства и детства. Ведь такое медучреждение – единственное в Подмосковье. Только через реанимацию здесь в этом году прошли 925 детей. Это в основном тяжелые дети. Это дети, как правило, после ДТП. Это дети с ожогами, получившие ожоги. Это дети после различных других травм. То есть это те дети, которые на аппаратах искусственной вентиляции легких. Или те дети, для которых транспортировка в автомобиле намного хуже, нежели транспортировка вертолетом. Новая вертолетная площадка заработала в Люберцах 16 июня. До сегодняшнего дня она уже успела принять более 30 винтокрылых машин с пациентами со всего региона. Раньше таких пострадавших детей транспортировали в столицу. Это, конечно, важнейшее событие сегодняшнего дня для области. Поскольку качество медицинской эвакуации, безусловно, имеет значение для последующего оказания медицинской помощи. Без поддержки правительства Московской области, губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, такая акция была невозможна. В этом году в Московском регионе откроются еще пять вертолетных площадок на территории медицинских учреждений. Эффективность помощи, оказываемой по воздуху, можно оценить в цифрах. За три года авиамедицинские бригады перевезли более 6 тысяч пациентов в 11 субъектах России. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Жизнь округа постепенно возвращается к прежнему ритму. Как работает общественный транспорт после снятия ограничений, узнавали и мы. Теперь в автобусе за проезд можно снова платить наличными. Такой способ оплаты удобен большинству пассажиров. На сегодняшний день, с 25 июля, сняты ограничения по неприему налички. Транспорт в штатном режиме принимает наличные транспорты, карту «Стрелка», банковские карты. В части санитарной безопасности изменений нет. Использование средств защиты, социальная дистанция – все еще обязательные меры. Пассажирам доверяют, но соблюдение правил проверяют. У нас создана определенная комиссия. Если требуется, мы видим, что наши пассажиры имеют тенденцию не носить маски, не соблюдать социальную дистанцию. Такие мониторинги у нас учащаются. Группы составляют отделение территориальной полиции, госадам технодзора, сотрудники администрации. Салоны автобусов водители обрабатывают после каждого маршрутного круга. При необходимости специальные службы проводят более тщательную дезинфекцию. Пассажиры такие меры оценивают позитивно. Я считаю, что хорошо, потому что появились улучшения. И автобусы стали чистые. Стало комфортно ездить. Очень хорошо, чисто, убрано. Замечательно. Пандемия внесла свои коррективы в работу водителей. Но на условиях труда это не отразилось. «Мострансавто», как организация, всегда отличалась своей стабильностью отношением к водителям, стабильной зарплатой. Так что пандемию и мы, и семьи пережили вполне достойно. После снятия ограничений пассажиропоток в общественном транспорте округа вырос почти на 80%. Чтобы обслужить 100 маршрутов, каждый день на дороге выезжает 748 транспортных средств. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Хрустящие огурцы, спелые томаты, отборный перец. Уже 20 лет торговая марка «Дядя Ваня» радует покупателей. С самого основания продукции компании хранится в Люберцах. В офисно-складском комплексе побывал глава округа Владимир Ружицкий. Вкус домашних заготовок в каждой баночке. Такую концепцию 20 лет назад выбрали владельцы завода и не прогадали. Дядю Ваню сегодня знают и любят в каждом уголке России и в 20 странах мира. В Люберцах расположился основной распределительный центр, откуда продукция отправляется на товарные полки. Компания сегодня производит порядка 100 миллионов штук банок. Самые разные огурцы, помидоры, кетчупы, аджики, хрен, горчица. Все, что к столу. На предприятии трудится порядка 160 человек. И средняя зарплата 81 тысяча рублей. А сегодня предприятие в развитии. В распределительном центре в Люберцах одновременно может храниться до 6000 тонн продукции. Существующих площадей не хватает. Поэтому, чтобы банка огурчиков смогла попасть к потребителю и зимой и летом, компании приходится арендовать дополнительные места. С главой округа руководители предприятия обсудили строительство нового склада, который вдвое больше прежнего. Мы растем каждый год, мы прибавляем 15-20 процентов. Мы открываем новые производственные площадки. И, соответственно, для этого необходимы складские площади. Как складские площади, так и офисные помещения. Потому что люди должны где-то работать. Собственные площади у нас все будут заняты до последнего метра. Новый складской комплекс планируют открыть в течение года. Он создаст 300 дополнительных рабочих мест и новые возможности для развития дяди Вани. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В округе определился победитель проекта «Люберецкие звезды». В первом полугодии 2020 года им стал каратист Леонид Баранников. Секретами успеха молодой спортсмен поделился с нашим корреспондентом. Леонид Баранников познакомился со своим наставником по каратэ-сюта-кан 15 лет назад. Сегодня молодому спортсмену 21 год и он уже сам тренирует детей. Позву пик я уже прошел, добился тех успехов, которые я хотел. Первое место на международных соревнованиях занял. Выполнил норматив мастера спорта. И это, в принципе, все, что я хотел. Дальше я хотел бы уже развиваться как тренер. И хочу, чтобы мои ученики достигли больших успехов, чем я. Наша сборная по каратэ – одна из ведущих в мире. За свою спортивную карьеру Леонид успел побывать на чемпионатах в Сербии, Германии, Португалии и Норвегии. Говорит, что русских спортсменов за границей уважают и в хорошем смысле этого слова побаиваются. У каждой команды есть чему поучиться. Но русские спортсмены отличаются, наверное, духом. То есть изначально самая постановка вопроса – то, что мы придем и победим. И все. А у остальных, я считаю, такого нет. Поэтому наша сборная лучше всех. Соревнования у юных каратистов еще впереди. Сейчас их награды – новый пояс и похвала от тренера. Будущие чемпионы говорят, что каратэ укрепляет характер и силу воли. У молодого тренера они занимаются с удовольствием. Мне нравится. Мне тоже. Он доступно объясняет. Он добрый. Хороший. Может строгим быть. Но если мы только будем плохо себя вести, тогда болтаем, слушаемся. Он говорит нам приседать, а мы приседаемся вместе другим. Или отнимаемся. Леонид признается, что амбициозной спортивной цели он поставил себе в колледже. Будучи студентом, он захотел попасть на доску почета. В его формуле успеха главная составляющая – упорство. Надо быть упрямым, но не бараном. Стремиться вперед, стараться потеть. То есть только трудом все. Торжественная церемония награждения Леонида Баранникова состоится в сентябре на праздновании Дня города. Профессиональные геймеры Подмосковья в третий раз выясняли, кто сильнее. В Люберецком дворце спорта «Триумф» прошел финал областного фестиваля по киберспорту. Все внимание в игровые компьютеры, друзья. Мы начинаем, и как в любом киберспортивном турнире, хочется пожелать нашим киберспортсменам обойтись без травм. А если они и будут, то только виртуальные. Эти юные геймеры вместо мышц прокачивают мозг и развивают мелкую моторику. Капитан одной из команд финалистов, люберчанин Владлен Гребеньков, говорит, что игроку цифрового пространства присуще качество обычного спортсмена. Цельюстремленность, уверенность в себе и, наверное, спокойствие. Его команда – участники и победители международных чемпионатов и онлайн-турниров. Владлен признается, чтобы поддерживать высокий уровень игры и достигать хороших результатов, его команда проводит перед монитором по 10 часов в день. Мы проходили на какие-то международные чемпионаты, выигрывали онлайн-турниры. Максимальный призовой фонд, который мы выигрывали, где-то было полмиллиона рублей. Ребята играют в Доту – виртуальное сражение персонажей с различным набором способностей. Это одна из четырех дисциплин, представленных на подмосковном фестивале. Сегодня будет играть четыре дисциплины – КСК «Гол», «Дота-2», «Валранд» и «Танков о Волт». Каждая команда состоит из пяти человек. Играют по две команды в каждой дисциплине. Всего в отборе участвовали 80 команд. До финала дошли 8. Победители разделят призовой фонд общей суммой в 200 тысяч рублей. Переплыть водоем и получить за это награду. Кубок чемпионов «Свимкап» на открытой воде добрался и до Люберецкого округа. Соревнования на Кореневском карьере собрали более 200 пловцов со всего региона. Три, два, один! В этом заплыве нет проигравших. Каждый пришел побеждать самого себя. Кубок чемпионов «Свимкап» – это первая в России международная серия соревнований по плаванию для всех желающих. Профессионалы так готовятся к первенствам. Для любителей – это возможность испытать свои силы. У Евгения Елисеева из Москвы на Кореневском карьере состоялся дебют по заплывам на открытой воде. Потом у меня большой спор. Надо будет плыть уже на время. А сейчас я просто пробую. Пока плыву, я это все ненавижу. Когда доплываю, мне все это очень нравится. Кубок чемпионов на Кореневском карьере дал официальный старт сезона плавания на открытой воде московского региона. В программе соревнований четыре дистанции на выбор. Вооружившись чипами и с датчиком времени, спортсмены наворачивали круги по водной глади карьера. Четыре километра за час и четыре минуты. Лучшей в своей возрастной категории и в самом длинном заплыве стала Елена Сидоркова. Выход на пенсию стал поводом для женщины активно заняться здоровьем. В итоге регулярное плавание привело к многочисленным победам на соревнованиях и, как никогда, отличному самочувствию. Вместе с плаванием я еще и путешествую. Есть возможность ездить в другие города, участвовать в соревнованиях, видеть вот такие акватории замечательные. Это моря, озера. Это чувство молодости, силы, здоровья прежде всего. Это великолепное увлечение. Это особый мир. Серия соревнований «Свим Кап» уже седьмой сезон объединяет единомышленников со всей страны. Новый старт в новой локации собрал 220 пловцов от 12 до 65 лет. В какой-то степени это сформировавшийся костяк любителей «Свим Кап» придумывался для того, чтобы популяризация плавания, популяризация здорового образа жизни и дать возможность не только профессионалам выступать на открытой воде, но еще предоставить возможность для любителей, для людей, которым просто нравится это делать. Теперь Кубок чемпионов начнет свои сезонные гастроли по городам. Следующее соревнование примет Крым. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Отдадут в хорошие руки. В Наташинском парке прошла выставка бездомных котят. На ярмарке можно было не только полюбоваться на животных, но и забрать домой. Правда, на определенных условиях. С подробностями наш корреспондент Александр Колганов. Да вот, я думаю, ему очень подойдет Тимофей. Очень даже, кстати, подходит это имя. Имя новому питомцу, как и самого котенка, Альбина Черчик выбирала сердцем. Она, любительница кошек со стажем, считает, что главное при содержании домашнего животного – внимание, любовь и забота. До этого был дома, содержался кот с питомника. В недавнем времени он умер. Ну, решили пополнить наши ряды в семье. Питомник, не питомник – неважно. Они все животные, братья наши меньшие, так сказать. Всего на выставку с говорящим названием «Возьми меня с собой» привезли 16 котят. По словам организаторов, в новый дом с этой ярмарки уедут не более трех питомцев. Сейчас вот из-за пандемии, конечно, выставок очень много отменилось. Всю весну их не было. У нас зависли котики, у нас переросли котята, переросли подростки. И мы сейчас пользуемся чем только можно, чтобы вот как-то пристроить котиков. Мурчащих друзей отдают не в любые руки. Будущий обладатель хвостатого питомца должен иметь московскую или областную прописку и быть не против стерилизации животного. После заключения договора можно приступить к выбору котенка. Ну, обычно люди выбирают, как, или ребенок выбрал, какой ему понравился, или они выбирают так вот, какая у них была раньше кошка. Да. Ну, особым спросом пользуются одноцветные коты. Черные, рыжие, белые, серые. Если вы еще выбираете купить котенка с родословной или взять хвостатого друга из приюта, то знайте, такие питомцы будут самыми благодарными. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok